привет друзья и добро пожаловать на мой youtube канал и я же говорила вам что мы еще сюда вернемся но сначала нам придется свернуть на эту бараховку которая находится буквально на соседней улице от моего дома похоже на 70 очень симпатичный молочник это польша вот сладок красивая и форма и ручка в стиле барокко и юноша с балалайкой тоже хорош шучу это другой музыкальный инструмент и креманка очаровательная на скамеечке приютились вот такие троечки рахенбах начало прошлого века арт-эко называлась она тогда карта это я не знаю для чего горчицы наверное или солнце тоже древние и это красивая посмотрите но сильно потертая это уже 70-е годы мануфактура герен и компания здесь есть очень интересные экземпляры с пустыми руками я отсюда не уйду это гунхерсфельд довоенная но только парк сожалению это интересная тоже довоенная клеймо самолетом очень легко запомнить штат лексфельд очень красивая тройка чур моя вижу свое любимое от валендорф золотой рельеф коллекция это тоже очень красиво но не полная картина тройки я не знал что буквально у меня под боком 1 месяц проходит этот вашей на рынок всего два ряда и надо быстро все здесь пробежать и мчаться дальше на другую браховку там я встречаюсь со своей подругой здесь кто-то весь в подвал свой бибис и похоже и не только это какая-то лавка старьёвщика на выезде молодые люди продавцы их тарелки бы конечно же посмотреть но мне вести их будет тяжело я сегодня на велосипеде иначе я никуда сегодня не успею очень хорошие старые жестянки кто увлекается так певца я этого не знаю вот здесь баночки еще интереснее вот мне любопытно друзья почему люди собирают именно то что собирают откуда это приходит в голову иногда это действительно как болезнь кто-то скажет что это мусор эту жестянку нужно выбросить а кто-то видит не что-то особенное что это за радио такое кофейник очень красивый но крышку видимо ему выдали чужую совершенно она сюда не подходит судя по форме он довоенный судя по клейму это франц нео киртнер и родился он далеко до войны но крышечка то маловато будет торговать так с музыкой здесь молодежь наследство видимо распродает интересная керосинка с янтарного цвета плафоном керамика винтаж номерок то стоит думаю это время гдр и вот такая есть глянцевая фисташки цвета а это картина из дерева думаю 70 и что-то до боли знакомая и плафон из какого-то предприятия стаканы винтажные по 20 центов вот эти желтые мне очень понравились слово винтаж сегодня друзья будет в приоритете и под столом много керамики всевозможные а на столе красоты столько я бы вместе со столом унесла согласны ассортимент мака чашек на этом столе впечатляет вы посмотрите только на это но кое-что конечно же я здесь купила приманки опять же красивые и вот такое без чего в хозяйстве не обойтись молодой человек рассказывает что это все что осталось от его бабушки так я поехала на другую бархолку а здесь я уже купила немного красоты ну вот приехала подруга моя куда-то потерялась начну обход пока одна это бархолка находится в центре города мы с вами здесь уже были как-то зимой называется это местечко файнку и я вам показывала здесь магазин цементажной мебели знакомые все лица вы посмотрите портрет дедушки похоже что выполнен карандашом и рядом висят очень старые витражи цветной стеклу это называется здесь стиль тиффани надеюсь найти прибор своей мечты это не ржавейка ладно будем искать серебряные парфор на этом столе замечательный это отраурой начало прошлого века очень красивый декор золото и черный это что-то с букетом а-ля майсон представляете это тоже фрайл роид очень красивая яркие цветы цвета и форма чашки это кругло мне тоже очень нравится менее зеркальце с микро вышивкой вероятно это был когда-то набор расческа и еще что-то игра 90-х ходилка бродилка написано игра этого года наверно со страшилками какими-то а я хочу посмотреть ох какая это егель энко арт-деко розы и золотой интересный декор в виде листьев мужчина продавец сильно занят телефонирует слышите хочется очень не спросить сколько это стоит но десертная тарелочка очень скромная так без этой тройки я не уйду покупка не состоялась чашка оказалась ранена с трещиной вообще здесь очень мало старины и антиквариата всего лишь несколько столов в основном одежда и молодежь очень любят здесь покупать видели какой ажиотаж в отделе одежды я нашла хрустальные вазочки необыкновенного изумрудного цвета посмотрите какая конфетница и драгоценности коробочки брошка но не хватает джемтюжин и какой-то кубок сцепленных цветочков какая-то еще цепочка еще прицепилась ой моя подруга нашлась вот она в шляпе дала мне 20 минут на осмотр всей экспозиции о я очень радуюсь что это местечко ажио снова гора одежды и ажиотаж вокруг неё в основном торгует молодежь и барахолка очень маленькая некоторые пришли даже со своими спальным местом вообще здесь очень уютно и креативно но не одежда единой есть все-таки любители такого винтажа кайзер под каких-то сигарет или сигар жестянка ой какое все красное в стиле 60 но мне в коробочке интересно но засунуть ой какая красота тоже красные заметьте это же мечта моего детства а такой похожий магнитофон кассетный у меня бы я его загоняла так что из него стали кнопки вываливаться это красная прекрасная от не менее прекрасной мануфактуры фолькштейт мне вещички этих годов очень нравится интересно было бы посмотреть на полный комплект этого кофейного красного прекрасного кожи телефон и у нас был только желтый мы стояли в очереди на телефон 20 лет сегодня все какое-то яркое вот и клипсы разноцветные очень похожи на винтажные но я не уверена такая брошка есть у меня это от и фроша косметическая известная фирма мне интересно не жаль с такими вещами расставаться нет с такими думаю не жаль иногда при переезде люди избавляются от многих вещей и от книг тоже можно забрать бесплатно забрать шляпу может быть смотрите какая в такой и не жарко может быть она какая-то даже фирменная какие-то стручки от горошка сорта гулевер одежда ее много и проходим мимо друзья такие же вилочки моя свекровь кладет на тарелочки с нарезанным сыром и мясом колбасой это пластмасса или бакелит думаю это обычная пластмасса и бы здесь уже и не было интересно неужели это механическая тарелка часы понравился мне этот пуфик очень ведь это так называется очень интересный наверное из этого винтажного магазина и шляпа для тех кто любит гулять по джунглям миниатюры парфюмы я не могу долго пользоваться одним и тем же запахом одно заканчивается я покупаю совершенно новое а кто-то покупает вот такие уже привычные этот пак он очень красивый плакаты на какой-то пленке качество скатерти для стола очень интересно похоже на какие-то комиксы или иллюстрации ну-ка спрятали думали я не найду иди-ка сюда мой сладкий сахар старенький арт-деко бавария такого клемма я не знаю и не знаю того кто это может знать и что тут еще интересного вот эти рыбы в основном я видела синие расписные а это терракот глянцевые кто говорит что это производство украина кто говорит что россия если честно не знаю ажиотаж продолжается самая востребованный товар здесь ой какое небо голубое и тут идет оживленное обсуждение это подзорной трубы интересно что ее можно увидеть соседей напротив точно думаю можно увидеть подруга решили подойти еще раз к этому интересному столику ленина мы здесь уже видели евгения онеги тоже есть показывал вот этот интересный стульчик это кожа на летатом саде и не ворвана это открытка да там целая фамилия этих фамилийные фотографии большие и маленькие песенком потому что это здание это вот такие фотографии стоят денег когда старое здание но уже не существует это отелье да кстати тоже когда написано название отелье тоже уже денег это фотографии какой интересного разыгрышная фотографии ручную видим или это кто-то тоже мастик уже плампу наши дни детишечки а здесь несколько даже разыгрышных внутри 3 Это сайт Роберт Баутсин, значит это все фамилия Баутсин, интересно сколько стоит? 20 евро я спрашивала, 20 евро, прикольно, красная вещь, ты увлекается, а это для велосипеда, это красная вещь, это прям какая-то литье какое-то, да? Да, это чеплен, чепленное литье, ой, она неподъемная плита, это откуда-то сняли, смотри, было привечно, да, это откуда-то, какой-то кирхи, потрясающий, да, не знаю, кирхи или нет, я думаю, может быть с разрушенной какой-нибудь, наверное, мне очень понравилось, его не тащить, я бы его купила, да, помоги, он донесет тебе, тут недалеко, он с какими-то вентилями, наверное, вот это уже, смотри, это уже проела, да, уже проела, Если покрытие делать, если зачищать, ну нет, это стоит денег, вентильник, 15 евро, ну это только покрывать, но это уже не топ, да, это уже будет новодел, Этот штоп, это же старинный штоп, да, если у тебя есть какая-то старинная мебель, это какой-то капилен, капиленовая ткань, но она плестит, да, там серебряная, возможно, серебряная даже нитка, возможно, серебряная нитка, представляете, совсем, я думаю, это люрекс какой-то, это явно не современный, да, откуда люрекс, тогда ж не было, наверное, ничего себе, и сколько интересного стоит? Я не знаю, он использует как декорацию, он ее... А, нет, наверное, он все-таки ее продает, если какую-то старинную мебель, ну, конечно, классная вещь, реставрировать классно, он с прицепом приехал, человек занимается, сколько за него просят, за Исуса? 40, 40 это, моей подруге отдают, она уже тут сдружилась с этим молодым человеком, Моя подруга купила вот такие куковички, плодовец сказал, что это ночная работа старинная, Ну, кто увлекается костюмами, да? Прям как крошечки, а ты что будешь делать? На любой черный пиджак, на черный пиджак, прям будет красота. Моя подруга такая мастерица, она шьет, такая рукодельница. Эти тоже какие-то интересные, правда? Эти очень классные. Эти тоже из этой же серии, смотри, они, наверное, с одного из костюма какого-то. Это, наверное, тебе внизу, вот так вот, да? А эти где-то? А где-то? Фи-фа-ли? Да, да. Мы с портретом дедушки Ленина. Сейчас покажу вам, что я купила. Это пекетик, он полный покупочек. Какая прелесть. Только другого цвета. Понравились мне они в этой необычной росписи. Это вручная работа. Это Ваймер. Тут что-то сверху стоит, какая-то S-причернутая кангемать. Вручная роспись. Очень симпатичная. Я ни разу не видела, как называется Ваймер. То есть Харкор от Ваймера, это время ДТР. Расписано кем-то вручную, какое-то художество на мастерской. Велененькое и оранжевое. И дедушка Ленин с нами. Слушай, он как будто бы сидит за столом. За столом ему самую красивую чашечку подвинет. Еще две мука чашки. Должны быть где-то. Это не очень. Это вредно. Одна известная мукацира, а другая я впервые вижу. Но мне понравилась сама чашечка. Поэтому я думаю, что так помогает. Вот такие вредно. Золото положено по чашечке. Это как-то называется. Если я вспомню, я посмотрю. Какая ручка, да? С узором. Это все работа. Представляешь? Вот это тоже тот же самый картушь. И эти цветочки. Это все рельефное. Клеймо. Я впервые такое вижу. Орес с поднятыми крыльями, да? И король. Такое клеймо я даже не знаю. В какой стране это отнести? Даже дело не в клейме, да? Это вообще, это какая-то дворцовая версия мукачашки. И этот цвет, я не знаю, не зеленый, а какой-то... Малахитовый, по-моему, так сказать. Малахитовый и зеленый. Да, да, что-то такое. И опять же, вот это клеймо. Я поищу, конечно, в интернете, но я не думаю, что я найду. Но это вообще чудо, конечно. Такая работа. И даже ножка в полосочку. А что ты можешь сказать об этой чашечке? Такая у меня уже была только... Она прямо с номером. Ты видела? Номер, да, номер это серии. Это серия. Это серия, либо это номер декора. Эта мануфактура тоже покупала фарфор уже, заготовки. И расписывала. У меня уже была такая. Но она была очень просто. Расписана просто кантиком золотым. И тут, посмотрите, арочные рельефы. И каждый выделен золотом. И еще какие-то цветочки, не цветочки. Такая мимишная кукольная посудка, да? Кукольная, прям кукольная. Это как видит цветка, наверное. Мишнее. А вот на блюдечке... А, на блюдечке нет лази. Нет клема, это очень часто бывает. Клина не ставилась. Такие две малышки. Очень мне понравились. Я довольная. Хоть рыночки были такие. Домашние. Разлива. Я даже не думала, что я какой-то найду антиквариат. Но это антикварная. Это... Вот этой чашке точно сто лет. Вот это я не знаю, затрудняюсь сказать. Но вот это в 20-30-е годы. И может быть даже старше. Либо не было блюдечек, либо не было десертных тарелок. Вот единственное, что у него было, симпатичное. Это мой любимый валендоль. Это моя любимая коллекция. Голокой релье. Я его очень люблю. Это форма чашки и ручки. Уже видели в моих сериях, в моего сериала. Такие вещички есть. Не будем сильно ее рассматривать. Вот это очень интересная. Ручка с крышком. И опять же, мое любимое сочетание оранжевое с серым. И серый такой и сине-голубой. Вот такая десертная тарелочка. С пушистыми какими-то цветами. Я даже затрудняюсь сказать, что это за цветок. Это условное, наверное, значение цветка. Может быть, это астрочка. Как ты думаешь, что за цветок не астрит? Потому что это биологически, вероятно, на что это похоже. Я в ботанике вообще не сильно клевую. Ну, этой чашечке, этой тройке тоже какие-то, она довоенная. Вот такие покупочки. Я молодец. Всем пока. Продолжение следует. Ваша Лена. Огромное спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова